Сегодня 15 июля. В памятный день 15 июля 1888 года на берегу Волги в честь небесного покровителя Самары святителя Алексея заложили часовню. Согласно преданию, именно на этом месте святой встретил отшельника и предсказал великое будущее города. Проект часовни разработал самарский архитектор Александр Щербачев, а возвели ее на деньги потомственного почетного гражданина Самары Георгия Курлина. Святыня смотрелась нарядно. Из красного кирпича с белокаменными украшениями сверху часовню венчал ажурный крест. 15 июля 1877 года заседание Самарской городской думы началось с чествования ярославского купца Ивана Константинова. Он стал почетным гражданином Самары. Это был первый в истории города купец, удостоенный столь высокого звания. Иван Константинов открыл в Самаре первый социальный приют. Богодельню в честь него так и назвали Константиновской. А кроме того, купец внес в банк 25 тысяч рублей. Проценты с этой суммы шли на содержание богоугодного заведения. В то время таких значительных подарков в Самаре не делал еще никто. Сегодняшний день можно смело считать датой рождения Самарского трамвая. Именно 15 июля 103 года назад объявили конкурс на лучший проект трамвая в Самаре. К тому времени электрические вагоны бегали по улицам более чем 20 городов России. 15 июля в 1975 с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-19». Его пилотировал командир, герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов. Так начался полет по программе «Союз-Аполлон» и эра новейших достижений науки и техники. Эта история может послужить идеальным примером случайного изобретения и случайной встречи. А еще она достаточно вкусна. 15 июля 1904 года на всемирной ярмарке в городе Сент-Луис сладкоежки впервые попробовали мороженое-рожок. Дело обстояло так. Обычно мороженое подавали на блюдцах. И как раз в тот жаркий июльский день все блюдца быстро закончились. А вот у палатки по соседству, торгующей тонкими вафлями, практически не было никого. И тогда продавцы придумали следующее. Они свернули вафли в конус, а сверху наполнили их мороженым. Так и родилось любимое сегодня многими лакомство в вафельном рожке. 160 лет назад, 15 июля, родилась Мария Ермолова, одна из талантливейших актрис русского театра. Она стала символом женственности, красоты, искренней простоты и скромности. Махмуд Исамбаев, будущий академик Международной академии танца, родился 15 июля 1924 года. Высокий, с благородной статью, гордо вскинутой головой, он создавал на сцене образы небывалой силы и красоты. 15 июля родилась Татьяна Бодрова, член общественной палаты Самарской области, директор Самарского дворца детского и юношеского творчества. Сегодня свой день рождения отмечает Лидия Борисовна Вербицкая, председатель Октябрьского районного суда города Самары. Актриса самарской драмы Валентина Смыкова родилась тоже 15 июля. Ждут гостей на именины Василий, Тихон и Арсений. По народному календарю, если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья, осень наступит рано, а за ней и зима не за горами. На сегодня все, встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok